Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 июля, у нас немножко выглянуло солнышко. Я вот ползаю между рядов, рыхлю сейчас вам показывала, делаю рыхление, окучивание, рассказала все подробно, как я это делаю. Ну и вот я уже говорила, что проползая мимо вот этой вот сибирской тройки, я решила вам ее показать еще раз и реабилитировать. Потому что вчера вышел видеоролик, после которого пришло несколько комментариев, мы не поняли друг друга или люди невнимательно посмотрели. Там, где я показывала тройку и сибирскую тройку, я говорила, что сибирскую тройку отличают такие вот такие изумрудно-зеленые листики, длинные. И так как тройка была ближе ко мне, а сибирская тройка была дальше от меня, мне туда тянуться было неудобно. Я рассказывала о принципе, как я выращиваю с посынкованием или без, но в качестве примера я показала тройку с круглыми плодами, а сибирская тройка была далеко от меня. Но это не важно, дело в том, что люди стали писать, что это не сибирская тройка. Я знаю, какая сибирская тройка, там было два сорта, просто вы, наверное, невнимательно меня послушали. Там была и тройка, и сибирская тройка. Но не в том дело, я хочу реабилитировать сибирскую тройку, потому что пришли комментарии. Одна девушка написала, что она очень малоурожайная, там несколько плодиков всего. Другая женщина написала, что плод, ой, сорт хороший, вкусный, но сильно подвержен заболеванию вершинная гниль. Я вот сейчас хочу реабилитировать сибирскую тройку, и так как она у меня на заднем плане, а здесь впереди у меня индотерминатные, которые очень высоко закладывают первую кисть, у нас есть возможность посмотреть издалека, потому что иначе никак ближе не подойдешь, у меня ряды очень плотные. Вот видите, сибирская тройка, это вот там, где красный плод, еще левее, еще дальше. И посмотрите, как плотно, как сильно они нагружены урожаем. Вот эти связки, сосиски, буквально висят одна за другой. И смотрите, как выгодно они отличаются от индотерминатных. Вот посредине, видите, лысый ствол. Это индент растет, который над 11, над 12, 13 листом закладывают первую кисть. Вот видите, у него первая кисть здесь, там, где сибирская тройка, уже вот сколько дала плодов. Она начинает плодоносить буквально от земли. Если этот вот индотерминатный, я просто как сравниваю, раз он здесь рядом стоит, его надо обязательно посынковать, обязательно следить за ним. То сибирскую тройку я выращиваю, по принципу посадил и забыл. Я вот подошла обрезать листья к ней первый раз нынче. Я просто, я вам говорила, как стягиваю ее вот так к этому, ну, колушку. Потом еще раз стягиваю колушку. И только когда вот много-много плодов, я уже смотрю, что начинают спеть. Я пришла, начала обрезать эти листья. Обрезала, 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 обрезала. Там первая кисть, вторая кисть, третья кисть. Вот они уже докуда дошли. А здесь я все-таки оставила для того, чтобы, ну, листья нужны для фотосинтеза. Может, еще там дальше будут кисти? Конечно, будут. Если лето будет продолжительное, они дадут очень много урожая. Вот это к вопросу урожайности. Я бы не сказала, что сорт не урожайный. Видите как? Вот когда убираешь листья, видно, что их очень много. И они до самого конца, еще вон там даже на верхушке. Просто возможно, может быть, вот та девушка, которая писала, что он не урожайный, там несколько штучек. Может быть, ему, ну, этому томату что-то у вас не понравилось? Обычно нужно судить о урожайности, о пригодности к вашему климату после двух-трех лет. Я вот к петруши, огороднику, не могла долго приспособиться. То сначала боролась с его пасынками, потом в один ряд ставила вот так вот. Ему было мало места. Сейчас я знаю, как его выращивать. И он мне казался, я уже на два года его бросила. Потом люди хвалят, опять начала садить. И у вас может быть такая же история с сибирской тройкой. Может быть, вы что-то не так ей, может быть, чрезмерно там ухаживаете, может быть, общипываете пасынки или что-то. Вот я эту тройку вообще не трогаю сибирскую. Смотрите, у нее вот здесь раз, два, три ствола получилось. Этот еще раз раздвоился, этот еще раз раздвоился. Я не трогаю, ничего не делаю, только убрала листья. И вот по моему опыту я поняла так, что сибирской тройке, знаете, что нравится? Ей нравится, чтобы вы поменьше за ней ухаживали. Я ее сажу, она немного подрастает, обтягиваю вокруг этого колышка, больше ничего не делаю. Я не удаляю пасынки. Ну вот в теплице я показывала, что там я удаляю кое-что, потому что там загущено, иначе она не вырастет. На улице она у меня растет сама собой. Я ничего не удаляю, ни пасынки, ни что. Вот видите, сейчас конец июля. Я подошла первый раз, вот обрезала, прям сегодня все-все-все ее оголила, потому что я тут и рыхлю, и оголяю, и обрезаю все сразу. И вот какой результат. Мне кажется, очень хороший результат. Плодов много, они такие красивые, вот такие перцевидные формы. Они похожи на петрушу огородника, один в один. Но петруша розовый, а сибирская тройка красная. Такой же куст у нее широкий, такой раскидистый, такой же лист, мясистый, такой как корявенький немножко, не гладкий, вот как у неженок тепличных, а вот такой вот как корявый, толстый такой мясистый. В рассаде она не вытягивается. Ее можно выращивать без всякой как пикировки. Можно посеять в ящике пореже и до самого открытого грунта. Она никогда не падает, не вытягивается. Очень удобная, выносливая, холода не боится. Вот в этом году я рассказывала, что индетерминатные вот эти вот, у меня первую кисть потеряли, высадила, было прохладно. А сибирская тройка, видно, что она ничего не потеряла. Вот она земля и вот они кисти. Все кисти у нас целые, здоровые. И про вершинную гниль еще в конце хочу сказать. Если она подвержена вершинной гнили, я не считала, что это характеристика ее сорта. Это скорее всего в земле, в грунте чего-то не хватает, а как обычно это не хватает кальция. Я всегда, вот я весной рассказывала, я весной в лунке золу ложу, кладу, потом еще золой посыпаю, золой поливаю. У меня вершинной гнили нет ни на одном томате, никогда и не было. Но это не потому, что я такая хорошая, а просто, наверное, земля достаточно вот этим напичкана уже. Я всю яичную скорлупу в землю разбрасываю, вкапываю. Даже прошу сына, чтобы он еще с работы приносил яичные скорлупы, у них там скапливается в столовой. Я, короче, как поберушка золу у всех родственников в деревне, прошу, чтобы они не выбрасывали из бань, когда топят летом. Все это в землю, в землю, в землю. В результате все-таки многолетние мои вот эти усилия по наполнению кальция моего грунта, наверное, имеют как успех. И вершинной гнили у меня нет. И на сибирской тройке, я могу вам потом в конце сезона показать, все плоды, ни одна макушечка у них не чернеет. Все плоды спеют, краснеют, вершинки нет. Так что это, скорее всего, не характеристика сорта. И мне прям иногда обидно за помидоры, когда говорят, ой, этот сорт нехороший, он вершинной гнилью всегда болеет. Но это не от сорта зависит, это зависит от грунта и от того, хватает ли томатам кальция. Если у вас такая проблема, ну, пожалуйста, делайте подкормки кальциевые. Есть какой-то кальцинит, вводят еще что-то. Не знаю, можно видеоролики посмотреть, исправить эту оплошность. Но сорт сибирская тройка очень хороший, прекрасный, урожайный. А какой вкусный, мясистый. Вот они, красавицы мои. Это я еще их не очень рано сеяла, так бы они могли уже все поспеть. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я хвалю сорт сибирская тройка. Субтитры создавал DimaTorzok